В Самаре подвели итоги 11-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. Конкурс проводят с 2013 года в памяти о легендарном журналисте и писателе, сценаристе, общественном деятеле, почетном гражданине столицы губернии. На вечере в публичной библиотеке собрались представители СМИ, студенты и преподаватели, школьники, а также сотрудники ведомств, общественных организаций, творческих союзов, друзья и родственники Эдуарда Михайловича. Награду лауреатам выручила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. В этом году на конкурс было подано порядка 50 заявок. В Самаре температура воды в Волге составляет почти 9 градусов, что на 4 градуса выше нормы. Кроме того, в водохранилище Тольятти вода находится на уровне 7,5 градусов. Там превышение нормы составило всего 1,5 градуса, уточнили в Приволжском ОГМС. Самарцев предупредили об опасности купания в открытых водоемах осенью. Основными симптомами переохлаждения являются гусиная кожа, дрожь, спазмы в мышцах. На поздних стадиях слабость, вялость и сонливость. Чтобы помочь человеку в таком состоянии, необходимо отнести пострадавшего в теплое помещение, растереть спиртом кожу до покраснения, после чего укутать в одеяло. Помощь нужно оказывать после того, как вызвали бригаду врачей. Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Оперштаба Самарской области по вопросам прохождения военной службы по контракту. Задача областных властей – создать наилучшие условия для жителей региона, которые приняли решение встать на защиту Родины. Планомерно ведется работа по расширению региональных мер поддержки защитников и их семей. Отдельное внимание тем, кто возвращается из зоны СВО. Это как вопросы реабилитации и адаптации, так и содействия в построении дальнейшей профессиональной карьеры. Для этого в дополнение к президентской кадровой программе «Время героев» запустили в Самарской области школу героев. В Самарской области более 11 тысяч бывших работников сельского хозяйства получают пенсию в повышенном размере. Эта мера социальной поддержки может быть предоставлена неработающим пенсионерам, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет, отметили в региональном отделении СФР. Размер доплаты составляет 25% от фиксированной суммы пенсии. На текущий момент это порядка 2033 рублей. Чтобы получить пособие, необходимо жить в сельской местности, но с 2022 года назначенные выплаты сохраняются, если труженик переезжает в город. Сегодня Самарской области вновь накроют четырехбальная магнитная буря. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, пик интенсивности придется на 18 часов 13 ноября. В последующие часы буря будет быстро ослабевать, однако в 6 утра 14 ноября колебания снова достигнут уровня 4 баллов, но уже к обеду все стихнет. С 16 по 18 ноября жители Самарской области смогут увидеть метеоритный поток Леониды. Это будет один из ярчайших звездопадов в текущем году. Поток Леониды бывает только раз в 33 года. Пик активности явления придется на ночь 18 ноября. На небе можно будет увидеть от 10 до 15 вспышек в час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова